Открываю. Мы идем на рабочее место. Тут Никиту наняли. Колоть дрова. Так, Никитушка, что у тебя? А щель, где щурки, то он не глядит? Так, в чем ошибка твоя? Ну-ка. Давай, раскали при нас щурки две. А то он у Люба Минаева пришел. Тут рядом поле, уже пожатое. Вот Никита Полев. Верх. Можно я покажу? Ну покажи ему. Он не может ни одну отколоть. Ни одного полена не отрывается. Я начну с этого скалуна. Вот таким колуном я никогда не колю. Но это Никите дали, потому что он ломает колуны. Он слишком прямой и он застревает очень быстро. То есть если лотнешь, он застревает. Надо, чтобы тут пол такой согнутый был. Ну как, выпуклый. У меня такой колун. И ты должен смотреть, например, здесь сучок. Здесь, конечно, ты не разрубишь. Ты должен смотреть, где без сучков все находится. Вот сторона без сучков. Вот она. Даже вот тут. И вот этот край вот так начинаешь рубить. Даже вот здесь ты начнешь рубить, тебе будет плохо рубить, потому что здесь рядом сучок. А они подлищи, где без сучка. Вот. А потом бьешь. И бьешь. Когда бьешь, размах у тебя большой. А когда уже приближаешь к чурке, у тебя должен быть резкий удар. Вот такой вот. То есть вся сила заключается в последнем мгновении, как ты ударишь. Вот тогда она вот снимается. Вот я смотрю, вот она. Видишь? У тебя трещина тут хорошо пошла. Вот по ней бить надо. Погромче говори. Вот дальше щипаешь ее. Вот тут. Видишь, он бьет, как в щель, в одно и то же место. Здесь вот сложнее. У вас, что хозяйки просят, что где-то такие сучковатые не рубите. Они в бане где-то сгорят. То есть можно не рубить. А можно попробовать. Вот когда уже такая трещина идет, большая, вот тогда можно было попробовать обухом. Но я и редко это делаю. Все, видишь, отрубил. Вот сейчас вот эта часть отрубается. Видишь, она легко пойдет. А ты ее сразу начал, она уходит в сучок. Вон она, в сучок уходит. И он мешает отрубиться. А когда ты ее расколашь матерью, она легче уже будет. То есть наклон всегда смотришь. Какие она сказала рубить? Толстые, тонкие. Это все? Нет, я имею ввиду. Такие, да, она сказала? Она сама переколола уже больше половины, Люба. Все. Ну, эти щурки большие, говорит. Вот этим кулом, конечно. Я еще выигрываю время и силы, когда колю одной рукой, но этим не поколешь. Она слишком длинная, топричь. Все. Так. Вот эта щурка, он ее истискал. Возьми ее. Покажи, в ней живого места нет. Он ее, видишь, колол, колол, так и не мог ничего оторвать. Здесь у него хорошо пошло. Там все под на стороны просто, видишь? Вот посчитай, сколько там ударов было сделано. Ну-ка, для виду. Посчитай. Ну, десяток. А? Десяток. Ну, так. Я, однако, ничего не сделал. Так и бросил ее. Раз. Два. Добивать ее. Три. Четыре. Заметь, в одно и то же место бьет. Пять. Стуковатая. Шесть. Шесть ударов. И оторвал уже где-то пятую часть от нее. Ну, вот это вот. Вот тут, смотришь, видишь, без стучков идет. В одной части рубишь. Заметь. Два. Все. Именно сила удара должна быть, что ты должен размахнуться и в конце как ударить, то есть он у тебя должен войти туда. Но это у него на который он колет, ее бы не надо разбивать. Нет, я понял, я показал просто. Ага. Наглядно. В молодости в люди нанимался. А потом на фронте оторвало ему левую руку. И он продолжал дальше колоть одной рукой. Вот такие щурки. Вот она лежит. Это он через голову. Приезжал старший брат. Ну, они там с двоюродным братом. Там целый день щурки напиленные колют. Ну, перекололи, тядь. Все. Ну, а когда уехали, отец начал перебирать. А большие щурки-то лежат внутри заваленные. О, ребята, ребята. А топоры были сколько, они их все загнали и не могут вытащить. Я думал, что теперь отец будет делать. Гляжу, он то клин, то как. Все, суковатые, переколол одной рукой. А они, ну, ребята, там 23 года. Ну, все сделали. Все, давай пить. В матери есть медовуха. Вот так. Видишь, оно как завернуто. У меня тоже случай был. Я колол дрова дома и вот перерубил себе палец. На нижних связках держалась. Где палец вот этот? Да, вот этот палец. Вот он у меня согнутый, он не распрямляется. Понятно. Вот это тоже. А как ты научился колоть-то? Ну, как научился? Я колол с самого почти детства. Но у меня колоть плохо получалось. А когда уверовал, это было в 2005 году. Господа. Я раньше, когда был неверующий, колол где-то примерно неделю одну телегу. Неделю, одну телегу всего в неделю. Вот. А когда он веровал, я знаю, что так же нельзя работать по совести-то. Вот. Я начал молиться. И Господь мне этот талант дал рубить дрова. То есть я ценно-правильно молился, молился. Плюс у меня хороший пример был Андрей Смельнягин. Через которого как раз к Господу я пришел. Он очень быстро колет. Он за четыре часа телегу раскалывал. То есть у него такая скорость моментальная. Я у него этому научился. Именно вот этой подвижности. В колке дров. Не то, что там поставил, пока растянулся. Это вот говорит Володя Пащенко. Мы в Потеряевке находимся. У Любови Минаева. Она одна, одинокая женщина. И вот сегодня она просила Володю. Но Володю я не отдал. Я Никиту дал. Минут уже вопрос задает. А он когда-то колол дрова. А в чем дело? Да какая-то я женщина и то быстрее бы заколола. То есть вот мнение какое. А люди начинают. Ой, ой, ой. Никитика. А его не отталкиваем. Он вчера сам вызвался. Да, видишь, он всю ее истыкал тоже. Тоже она. Он одну, другую, третью отбрасывает в сторону. То есть молодушничий. А Володя нет. Он пока не добьет, он никуда не девается. Он в одно и то же место долбит и долбит. Видите, какая береза. Она очень это твердое дерево, во-первых. И трудное. Это не сосна ударила она. Как показывает машина там, вон дрова колет. А колет-то какой? Прямой, без единого свечка. Вот пусть он на своем приборе наше бревно пустит. А тут военные тайны там. И потеряет этих наших. Наш кадр и свой фильм взяли. Как дети работают. Я там бревно небольшое несем. Все. Ну это в плане сгорит. Пускай. Это те, которые ты, Володя это скажет, Никита. Которые ты отбросил в сторону. Ты вот внимательно наблюдай. Гляди. Это талант. Володя тут село Корчино. Его туда наняли. Ну а сосед что? Наняли, а он там гуляет вдвоем. Неделю. А он там за полтора или день был. А сосед расколол. А сосед через забор говорит, а у Володи небольшого роста. Только топор мелькает. А ты где взял такого работника? Гляди. Вот Никита показывает. Они все им начаты. То есть он попробовал и бросил. Попробовал и бросил. Видишь как надо подворачивать. Я когда-то считал подвиг 28 панфиловцев. И панфилов генерал брал каждое полежка на руках взвешивал. А что это такое? Я в школе учился. Там пятиклассник. Меня очень заинтересовало. И когда уже пришлось быть в путешествиях. Смотри. Теперь я это понял. Видишь как. Где-то берется лично стыдности. Никита головой крутит. Понятно что для него это удивительно. Ну Никита удивляешься? Удивляюсь. Он меньше тебя. Ростом. Он старше тебя. Тебе 26 лет. А Володе больше наверное. Сколько тебе? 37 уже. 37. Да. Вон гляди какой бьет. Это не настоящий колун? Нет. Я таким не колю. Это полуколун. Ну он. Да. Ну они тоже. Вот так. Видишь он как. Просматривает. Смотри только не задень вверху за этот. Да. За перекладину. Всегда смотри кверху. Никита. Что бы не засыпить там. То была веревочка натянута. И ты сам себя убить можешь. У меня дядька колол родной. И подошел и не посмотрел что веревка. Как размахнулся ему в лоб. Когда он упал вот так. Ну ладно живой остался. Вот. Ну вот. Я всегда тоже смотрю чтоб не засыпить. Вот смотри он ее. Брошенную тобою. Гляди щурку как он ее доконал. Его вообще невозможно разделить. А то мужик сделал прибор. Толкает. Нож разрезает щурку. Ну прям смешно. Ты засадишь его не вытащить. Да. В том предел. По-моему с той стороны легче. Володя. Сейчас. Она уже пошла. Вот какие дрова потеряете. Пала береза. Ветром свалила. От нее вот эти разные сучки. Все это испилили. Вон они лежат какие. Вот она где. Она Люба сама уже все это разобрала. Поколола. Сложила. И пришла попросила кольщика. Вот я еще заметил. Когда вот эта вот есть срощена. Она тоже слабое место. Только надо бить. А ну попробуй покажи. И она падает. Покажи. Теперь на практике докажи. Ага. Это не просто так. Это береза. Это не ветлина. Видишь как. Этого Володя взял те которые Никита не расколол. Вон он уже трещина пошла. Все. Оторвал. Оторвал. Ну Никита. Посмотри теперь. Как оторвал то он ее. Гляди. Ну-ка подержи. Так я посниму. Вон оно что сделал. Ага. Для тех кто что-то делает поделки. Это была бы находка. Тут большие капы. Наросты. Капа. Капа по полцентера. По центеру капы. А бывает что это полено не стоит на чурке. Или чурка не ровно. Или полено криво спилено. И подкладываешь. Вот так вот. Вот так. Все. Вот как. Сейчас она. Чурка надо еще. Видишь сколько. Самые трудные чурки у нас отбросил. Не получается отбросил. А колуном лучше было бы? Конечно. Он не застревает. А этот застревает. А где у нас колун? Никита ну-ка. Так а что молчишь. Володя посмотри. А колун нет у него. Колун? Ну так а что. Он его уже сломал. Так тяжело. Ломает когда? Когда бьют подальше маленько чем пенек. И тогда оно на весу своим весом отламывает. Да. Именно так. Вот здесь. Вот здесь. Не знаю. Так вот. Обычно. А это то, которое ты бросил. Вот смотри. Пещурка. Тобой начато. Вот. Видно ее что. Ты прямо на сучок пошел. Это ты красный я. И ты? А нет. А нет. Это не он говорит. Это не он да? Да. Тобой. А сучок. Главное. Видишь она какая вся на суку. Люба женщина. И берет такое. Тут не возьмешь наверное. Нет уже отлетела. Уже трещина была. Тут волокна переплетаются. Вот видно. Понятно. Через сучок пошло все. Ее надо в русскую печь столиком толкать. Это точно. Бывает по новичке ищешь. То есть. Господь. А я видел в интернете. Мы наверное тоже с вами смотрели видеоролик. Мужчина там там такой кулунищ. Вот такая топорища у него. И чурки вот так лежат как попал. И он бьет по ним. А то вообще дурость какая-то. Ладно один показал. Он наставил вот так ровно в один слой. И ходит их. Щелкает. Но это потому что сучков нету. Ему одну вот такую его подсунуть и все. Машина дала сбой. Да. Вот они. Сук на суку. Но Никита сегодня с утра здесь. Ну все Володя. Последний раз вырубай. Нам своя работа там. Ага. Сейчас пойдем. Роб дед ям Никита. Не бери даже колонн. Тебе вот тут сломаешь его и все. Да. Так сложно. Из этой штучки. Тут только так бить и бить. Чтоб она раздолбилась. Не помешал. Чтоб она раздолбилась. Вот здесь. Не помешал. Чтоб она раздолбилась. Чтоб нас вообще не пойдет. Тут она теплая. Вот. Возьми. все отлетело вот это щурка не надо это брось опасная работа это опасно ну что уходим ну никита посчитай сколько щурок здесь я считал тут около 50 сейчас поменьше ну было молодя быстренько сосчитай нет это рядом кида туда не надо там поленица в ней ты мешать будешь ей куда кидаешь вот и ты закидываешь эти уже давай убери рядом которые чурки то все в сторону вот это по 1 по 1 куда щурки кладешь это твоя мода забрасывать то что рядом ну вот вот давай тут тренируйся это тебе не попом быть куда тебя переманывает всего лишь несколько чурка скал а уже весь поту всего лишь несколько чурок вот пожалуйста а он ведь я замерз уже замерз в этом-то все и есть а сказка то про морозы деда мороза то и молодая морозка то барина заморозила мужик который в лесу работает он не мог его заморозить так никита мы уходим богом давай с богом подряд руби все не выбирай какие хорошие плохие подряд так водя вот это она отдала мне забирай это у меня пойдут на бабушки когда будем там делать у меня не не хватает этого брусков вот так вот мы пошли это у меня медогонка еще она открыта непонятно достала медогонку это блять не и вот интересно это подожди-ка расскажу один случай у меня стала залетать беспородная голубь какой-то я посмотрела у них охолок а у беспородных не бывает голова голова гладко это она вывела у меня там вон там на 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 моей голубятни вот поймал посмотрел действительно беспородная и хохолок ну я эту красную тряпочку и отпустил она одна вывела одна у мужа не было и сейчас она опять прилетает но я ночую эти знаю и вчера я увидел что она прилетает вот любен дом и тут вот 2 2 я не понял так еще в какое отверстие она вот в это залетает или там выше но если выше она залетает тут на выше то там он видно справа вот она окошко да и договорились я приду и может быть гнездо я сделаю здесь может какая-то порода выведется вот такой день сегодня 21 октября 2015 года вот пустина вы вчера приходили при с банками 35 литров воды у меня взяли попросились а я говорю хоть сколько берите что-то с неладо с колодцами сегодня они ищут тут болотные сапоги и буду чистить колодец это вот володя живет их отец это рядом сын андрей вот это алёша строится тоже сын и там дальше алё и оси встроиться это тоже сын их можно ли увидеть кто там сидит а ворона все отошел